приветствую вас на своем канале ставьте лайки и подписывайтесь Добрый вечер раздолбались ролики грэм ролик вернее тот который паразитный вот он паразитный вот он паразитный если приглядеться то я закрываю все рукой вот такая вот история ни одного подшипника ни одного шарика нет один есть нет не сработал вот сколько лет ему 8 завода короче завода ну после смазки он проходил это около года мы его смазывали его конечно мы что-то оба смазали вот все что осталось да не хило ладно что все убираем будем теперь снимать как это все дело поменять без особых инструментов но это как бы просто по принципу набор набор пионера мастера любителя да вот ну чтож приступим ну чтож приступим да ну тут уже разобрано основное что нужно все это барахло в котором стоит воздушный фильтр патрубок все это снимается естественно вот ослабляется генератор снимается вспомогательный линейт вот достается шкив хочу заметить он не просто так достается взял он отсюда просто так не вылезет вот с этого места нужно брать типа такого рычага и немного отогнуть двигатель в этом месте да отгибать двигатель тогда появится щель и он этой штукой ему достается но если у вас машина без гура то соответственно этого делать не надо будет окей так вот ну ладно дальше ну чтож надо снимать что-то здесь а нет это показалось мне ну блин видишь его он просто там держался надо сейчас метки ставить и главное знаешь что мы как-то мы сняли же на метку вывели потом потом снизу мы еще на метку вывели и потом одновременно выводили или нет? одновременно одновременно мы крутили старый вал то есть нам надо сейчас как-то чтобы туда подобраться надо еще колесо снять и отогнуть защиту их нельзя крутить вместе ну по раздельности нельзя крутить распредвалы почему ну как они же могут с поршнем стресить то есть ну конечно тут таких оборотов нет что вряд ли в принципе погнём мы тогда по одному против крутили нет нет вместе мы сразу выставили и все потом достали ремень тут прикольно да прикольно а как у нас тогда метки то совпали вообще вот мы их так и взяли просто на метки ну вот ну в общем что обрадовался ну в общем так на чем мы там остановились в общем что сделали паразитный ролик сняли поставили новый вернули чтобы приблизно поставить метки ну так как 16 клапанный мотор есть вероятность клапана захерачить но с метками маленькая да то есть мы ошиблись на одну меточку на один на один зубец так одели значит паразитный ролик вот натяжной ролик вот с помощью отвертки там вот тоже отжали тужинку натяжника ну и одели кое как ремень вот там будет видно сейчас покажу пружинку то да может видеть вот с этой стороны сейчас или давай нам новым покажем вот 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 это собственно натяжник и вот у него штучка натяжная с помощью отвертки вот она ходит видно с помощью этого с помощью этого натягивается ремень это очень удобная вещь не так как на русских автомобилях на 8 клапанах по крайней мере я точно знаю натягивать приходится тут такая штуковина там крутить надо а здесь она автоматически что очень и очень полезная вещь не перетянешь с определенной всегда натяжкой и ремень не будет колыхаться во время работы от слабой натяжки или же чрезмерной натяжки перетягиваться вот очень хорошая вещь вот кстати на тазик надо внедрить кстати внизу метку давай посмотрим так внизу метка метку мы выставили здесь чтобы сопоставить вот метка вот идет так он сейчас приблизит вот вот она метка и вот вырез вот он на тени его видно хорошо вот он совпадает вот они вот ну в принципе все осталось только кстати вон они бандиты эти шарики они походы запороливают систему вот надо их убрать откуда ну это старая шарика вот откручиваем этот сейчас мы будем откручивать самолет здесь будем откручивать насос гура чтобы просунуть ремень в инструкции конечно написано чтобы патрубки снимать но мы делали уже без откручивания этих патрубков разгерметизации этой системы гидроусилителя конечно странно на ничего не потекло да ну как бы не должно течь хочу сказать то что здесь насос отгибается немного ну правда очень трудно это сделать но ремень просовывается за насос аккуратненько так бы продевается и ну и собственно разводится по всем своим местам вот некоторые ремни хочу заметить еще такую некоторые ремни имеют стрелочку ну по крайней мере заводские точно имеют стрелочку направление вращения вот ну этот универсальный можно вставить как угодно не он ставится так как ты читаешь ну этого я не знаю то есть слева направо ты читаешь вот эти буквы то есть тем самым ну это как бы так это в принципе то это вообще как бы это ни о чем если он бы имел бы действительно какое-то направление были бы здесь стрелочки указаны что нужно в сторону вращения но заводские ремни имеют стрелочку так что если вы у вас машина там пробежала 80 тысяч и открываете крышку видите тут стрелочки то советую очень много быстро поменять ремень иначе порвется один день прекрасно и будет не есть хорошо для вас и для вашего кошелька ну что приступим к демонтажу насоса Гура вот он вот он вот он Нёш вставай начну так что там так ключик наверно у нас на 13 а нет подожди что-то там не маленький а побольше давай вот 12 12 а этот этот же больше он там поменьше а блин засад 13 а тот большой был 16 что-то 16 да значит тут ключик внутри ой 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 осторожно не повредит трубку давай о пошло 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 конечно если у вас есть гараж немного желания да желания и руки то эту операцию аккуратненько и внимательно можно сделать дома а сервис как правило за это попросит некую сумму денег а именно замена ремня ГРМ и его друзей то бишь роликов стоит в сервисе порядка 7000 это официал сколько там говорят ну и тоже можно конечно понять тут работы много снять поставить строить кстати фирмочку которую мы используем это это не реклама это просто коньки так такой продается комплект в который входит сам новый ремень ГРМ паразитный ролик и ролик натяжной все это хозяйство мы купили за 2800 рублей так для справки так для справки болты по-моему отсюда не достаются как-то так было что-то по-моему защиту тут пластик сейчас видимо там два болта ты их видел? да что-то я их так и не заметил мы это делали год назад вот в принципе успешно но ролики не поменяли поэтому теперь они не дали о себе знать ну как говорится немножко сэкономить решили ну конечно рекомендуется всегда менять комплектом все сразу даже помпу рекомендует менять чтобы потом не делать этого через какое-то время заменив комплект помпу хорошую ролики то на 50-70 тысяч примерно ну на 70 тысяч забывайте о проблеме в принципе не так уж и много но если делать самостоятельно можно и это ну рекомендуется конечно менять сразу а мы же по-моему особо легкие не купили из-за того что не было в наличии а были в наличии просто они заряжались за них просто они дорого очень стоили просто сейчас вот дятел клюнул зад короче любые деньги главное чтобы скупое платье дважды да да ладно мы сами делаем как бы да ладно да ладно у нас у нас болток бучик зараживает да 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 ловка на 10 по-моему лежит у тебя там под ногами по-моему да но блять сюда пошлить м тихо не тихо опустить надо? да? да, опускаю, а то я ни хрена не вижу держи пегаток короче она не держится так еще один есть самый неудобный вон он сидит вот тут не видно наверно вот где он был вот он его видно вот он там вон он там вон он его видно вот я света погони левее вон вид был залазим туда пока пауза так ну вот мы сняли ролик натяжитель вот собственно говоря вот он вот так вот он шумит вот так вот побрякушка возьмем побрякушка следующий этап новый ремень чтобы просунуть из-под гура из-под гура вот мы его кстати говоря открутили и его просовываем вот так вот просовывается вот вот так вот за насосик не мешал обратно на болтики все вот так вот все как то так теперь прикручиваем ролик натяжитель да натяжитель на вот что вот 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 не знаю смотреть надо так для истории в каком качестве на коленях 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 натяжка происходит с помощью регулируемой помпы вращением насоса охлаждающей жидкости специальным ключом но так как у нас этого ключа нет покупать понятно мы его не будем мы подошли к такой взяли хитростью эту систему выставили метки вот так они должны быть расположены первая метка внизу на коленвале показываю вот она метка ямка совпадает мы уже проверили прокрутили два оборота то есть все ремень натянут метки все стоят все хорошо далее нюанс чтобы это все дело натянуть этим роликом откручивается ролик одевается ремень иначе просто вы его не оденете ну по крайней мере у нас не получилось это сделать с установленным этим роликом даже отжав полностью натяжной ролик все равно не даст тут все за счет насоса охлаждающей жидкости идет поэтому чтобы обмануть эту всю систему здесь максимально натягивается пружина взводится так скажем натяжитель откручивается полностью этот этот болтик то был старый да на старом примере подшипник разлетелся не хочу вот это место хитрость какая вот сепаратор подшипника вот сам подшипник есть втулка такая на этой втулке вырезан паз под подшипник он одевается на нем и стоит далее здесь конструкции болтом все зажимается мы что сделали ослабляем болт получается у нас подшипник начинает болтаться ремень одеваем все как есть метки чтобы совпадали обязательно все аккуратненько натянут с помощником это обязательно с одному это наверное не сделать очень трудно мне кажется будет вот это все соответственно болтается и когда все будет правильно одета у вас эта штука этот болт за счет того что здесь смещено по центру он у вас накрутится покажи как ну вот за счет смещения это накручивается вот в это место там тело вкручивается болт ну и за счет этого зазора у вас собственно и этот ролик и оденется за счет вот этого болтания потом когда вы наживите его начинаете подтягивать то есть нужно подтянуть до определенного момента да подтягивать и когда так как здесь идет натяжение произойдет вот такое вот следующее вот я пальцем поджимаю перчатку сниму сейчас лучше будет видно там происходит что вот так поджимает и когда вы здесь начинаете затягивать вот под поджало точку чтобы это обойти то есть ну натяжнуть как-то механизм тут натяжитель здесь достаточно просто вот в этом месте выступ за корпус металлический отверткой за ролик таким образом вот так подложить ну немного оцентровать надавить на него и отжать соответственно произойдет такой хоп и она туда оденется и соответственно дальше можно будет закручивать и все этот натяжной ролик он будет уже стоять на месте то есть главное чтобы вот этим маневром отверткой мы загоняем сам подшипник вот в этот паз вот и все поджимаете его дальше там чтобы не соскочило держите рукой и закручиваете ключом все и нормально ну что в комплекте у нас в комплекте оказался ключ на 14 болтик новый а тут у них заводской я думаю тоже на 14 кстати да значит так они есть ну вот вкратце в принципе остальное сейчас мы будем собирать самое главное в общем да самое главное пройдено самое трудное ремень натянут достаточно плотно все регулирует за счет этого натизного ролика вот милой хороший будем скоро заводить так что ну что давай нужно будет потянуть потянуть все болтики не забыть да сейчас я его закручу вот подал к так так ну вот собрали короче говоря все это хозяйство деле все ремни собрал корпус ремень генератора натянули заведем ну вот он все выведены не забудь кольцо поставь а то поедешь давай крутится работает и скорость сними ёптей колесо крутится лучше сейчас затохнулся нахер вот так вот как вот такая вот история ночной поход времени у нас сейчас сколько 12 часов 32 минуты грэм поменим заменим заменим теперь можно чистой совестью собирать все остальные компоненты но это уже мелочи в принципе 15 минут и готова пока мы тут рассусоливаем будет уже два часа ночи хорошо снимаем вот так вот